Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим серию бесед, вопрос и ответы. Называется «Во свете Библии открытым оком». Эти слова взяты из чисел 24 глава 3-15 стихи. Это брат Игорь Добунов, который взялся задать вопросы. Пожалуйста. Вопрос такой исторический, но он как бы относится и к сегодняшнему дню, потому что император наш, царь бывший Николай II, он канонизирован и сейчас поклоняется. И вся его семья канонизирована, как умершленные жестоко большевиками. Но до того, как погиб царь Николай, как его канонизировали сейчас, случилось событие в декабре 1916 года, когда один из окружения царского человека был страшно зверски убит. Это был Григорий Распутин, о котором сейчас такой негатив составлен, просто необыкновенный. Если, конечно, не знать ничего о нем, только этим негативом пользоваться, то все как бы проходит. Ну, такой человек был, нечестивый и был. Но мы знаем по последним данным, что это был чуть ли не единственный человек в окружении царя, который просто предупреждал, умолял его, чтобы царь не шел на войну, чтобы не вступал в войну, чтобы Россия ни в коем случае не вступала в войну. И вот сейчас мы, когда смотрим, ну, во свете Библии рассматриваем все это, ну, видим, что как же могло в одном человеке сочетаться такое нечестие и такое благочестивое пожелание царю. Как вы думаете, вот отношение ко всему этому ваше? Понятно. Ну, по словам. Так, вот смотрите, я покажу, маленечко еще сторонку задевать. Смотри, вот это наш сайт. Вот, смотрите, это изображение Иисуса Христа, он небольшим, крупным планом, да. Вот это Божья Матерь. И называется, во свете Библии, православный библейский сайт. У людей никак в памяти это не вмещается, ни у сектантов, ни у православных. Ну, православный, понятно. Библейские сектанты говорят, ну, православный и библейский, это несовместимое. Но это именно так. Дальше. Два эпиграфа. Около Христа. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Псалом 118, 113. Считай дальше. Слово твое, светеник, ноги мои, свет, стезема, и Псалом 118, 105. Погромче. Теперь смотрите, вот. Здесь написано наизу православной формы Игнатия Лапкина. Вот если в него я щелкну, сразу, мгновенно делаюсь, уже меня переносят на форуме. А там 1400 тем. Очень и очень больших. Наш сайт, вот, по наполнению, он не имеет равных во всей мировой сети. То есть больше этого нигде нет, только у нас. Посмотрите. Я покажу. Что здесь первое? Считай громче. Все книги издания Лапкина для скачивания. Все. Я на нее ткнул, и на все книги мы уже выйдем. Вот я сейчас, смотри. Я ткнул. Вот теперь, во свете Библии, вторая страница. Что тут? Опять же, все книги. Новый Завет. Вот 18 книги какие. Вот они, 33 тома открытым оком. Вот оно где идет. Пособие для изучения Евангелия от Марка. Беседа с сектантами. Симфония на жития святых. Симфония на экологической книге. Занятие в Потеряевке. 123 занятия. И еще. Теперь возвращаемся. Новый Завет с толкованием. Я воткнул в него. Пожалуйста, православный. Вот я остаюсь с Новым Заветом. Три тома для скачивания. О, пожалуйста. И опять то же самое. Снова возвращаемся назад. Для слова Божия нет уз. Это книга, вот которую я здесь показываю. Вот она. Она вся здесь. Вот она. Это очень много здесь написано. Вот она идет, содержание. И вот где-то кнешь мне. И сразу она открывается. Ну, она долго открывается. И они станут. Для слова Божия нет уз. Я снова возвращаюсь к первому. Показать. Вот Крестенову Православию. Я ткнул. Это мои книги. Крестенову Православию. Открывается книга. Вот ее содержание. В любое только ткнем. И сразу, ну, все. Обродобрите. Вот я сейчас ткну. Это один раз покажу. Страница 258. Я ткнул. Все. Вот она, обродобрите, и пошла. Все, что было сказано в Библии. Все, что сказано во Святых Отцах. Все, что сказано в канонах церкви. Все в этой книге, в этой теме. Дальше. Проповеди. Я ткнул в нее. Смотрите все. Проповеди. Вот проповеди. 1136 проповедей, которые я сказал в храме во время богослужения. Даже при епископе. Вот я стою в храме. А вот икона. А икона вверху, видите, черненький? Вот икона. Это ласточинные гнезды. Во время службы ласточки летают. Это в храме потеряют. Вот это два гнезда. Их видно. Проповеди. 123 занятия. Ну и дальше аудио. Библия, насчитанная Лапкиным. И 3137 стихов. Они не все здесь. Хорошо. Возвращаемся назад. На первую страницу. Здесь что? Объявление. Считай слух. Просим ваших молитв о возобновлении занятий по изучению Библии, по толкованию святых отцов православной церкви. Так. Второе. Ежегодно уже 36 лет действует православный детский трудовой лагерь «Стан» со строгой дисциплиной. Ежедневное купание в озере по несколько раз и так далее. Так. Вышли из печати следующие книги И.Т. Лапкина. Так. Дальше. Обращение ко всем областным и краевым библиотекам России. Дальше. Ищем истинных соратников. Ну что такое истинных соратников? Я его ткнул. Вот посмотрите. Во свете Библии. И дальше. Вот. Батюшка стоит с конем. Это барабаш с ребятишками. Дети уже учатся в институте. Маленькие были. А вот наши сестры со старостной деревни. Наталья Приходько и Зина. Зина она преподает в университете иностранный язык местном. А Наталья сейчас в данном моменте находится в Америке. Вышла замуж. Старая ребенок родился. За болгарского хирурга вышла. Вот. Ну вот прочитай, что написано. Вот откуда. Ищем истинных соратников. Столько людей сегодня возвращаются в Россию, которые хотели бы обрести для себя и своих детей именно такую общину дружину. И даже пытались где-то это создать. Но у них не получилось. Просим сообщить людям через газету. Через службу иммиграции. Миграции. Мы есть и ждем от них весточки. Православие. Вот единая и национальная объединяющая идея восстановления и созидания России. Опубликуйте бесплатно и Бог воздаст вам милостью. Прошло 18 лет, как мы начали с нуля восстанавливать наш родной поселок. Устав деревни гласит, что своим строем православное поселение на христианских, православных, благочестивых, старинных русских обычаях. Право на поселение может получить только тот, кто не лжет, не курит, не пьет спиртное, не сквернословит, не ворует. Живет по-христиански. Начали с палатки. Получен статус. Теперь есть электричество, храм, школа, восьмилетка, филиал. Земля, техника, дома. Живут от подсобного животно-отческого хозяйства и от огорода. От города Барнаула 150 километров. От сельсовета 15 километров. От железнодорожного разъезда 4 километра. Вокруг березовые колки. Можно держать домашний скот, птиц, пчел. В деревне есть священник, учитель, фермеры, электрики, другие специалисты. Помощи никому никакой нет. Каждый самостоятельно должен построить дом. Надворные постройки. Как всегда делали заселяющие новые земли. Рядом действует православный лагерь Стан. Уже 40 лет. Есть уже построенные дома для продажи. Желательно, чтобы люди были семейные, молодые и с детьми. Без разрешения ни в коем случае не приезжать. Категорически запрещено. Дальше контактные телефоны. Вот мой телефон можно назвать даже. Мобильный телефон. 8-961-230-70-60. Бывает, которые там в Чечне потеряли родину. Все. Они могут откликнуться. Православные, конечно. Не курящие, не пьющие. Когда он был основан в поселке в 1818 году. И дальше какая история. Вот оно показано. Поет и шкаром выливает. Вот. Это наши. Вот гонит скотину. Это из деревни. Вот на тракторе там ребенок сидит. Хорошо. Теперь возвращаемся назад. Вот посмотрите. Ну мы уже посмотрели. Но самое ценное во всем нашем сайте, даже не это. Вот это все можно создать. Насчитанные книги. А дальше что? Звук и видео. Вот звук и видео. Что аудио? Аудиофайлы. Библия насчитанная. Дальше. Архипелаг ГУЛАГ. Читай дальше. Творение святого Иоанна Златоуста. 12 томов аудио. Жития святых. 12 книг. Добротолюбие. 5 книг. Отец Григорий Дьяченко. 4 книги. Разные духовные материалы святых отцов. Итак. Дальше интервью, которое брали здесь. Что? Как? Теперь. Файлы какие? Детский концерт. Интервью. Это все находится здесь. Документальные фильмы. Какие? Малашина. Юрия Николаевича. Глаз выпившего или второе крещение Руси. Дальше. Государственный документальный фильм. Красноярский филиал Средловской киностудии. Режиссер Кузнецов. Владимир Савельевич, да? Фильм занял первое место на киноконкурсе документальных фильмов в России. Златоуст из Потеряевки. И тот же режиссер. И фильм занял опять же первое место уже на международном конкурсе в Югославии. Предчувствие. Видите, какие премии. Ну, кажется, не на дороге валяются. Это не наше определение. То есть это маленькое мы что делаем. Но не это главное. Это самое главное на нашем вот этом во свете Библии. В сайте вот что. 4124 ответа по темам. Бесы, колдовство, Библия. То есть разложено все это по 55 папкам. Вот, пожалуйста. Вот, допустим, форум Игнатия Латкина. Вот я его сейчас ткнул. Смотри. Вот я его ткнул. Все. Православный форум Игнатия Латкина. И с форумом точно так же одним щелчком можно переходить туда. На ваш вопрос. Я раньше задавал этот вопрос Александру Меню, Глебу Якуину, отцу Дмитрию Дудко. Где был? Почему царь общался с Распутиным? Зачем? И он же знал, какая беда ждет. Потому что паса многое я еще тогда не знал. Теперь у меня вопрос ставится так. Распутин, зачем он знал со царем с таким? Понимаешь, у меня как пошло, когда стала поступать полная информация. Суть-то ведь в отчем. Когда считаем, у меня в материалах, в книгах это все сказано. В базеле, где было принято решение в масонских кругах начать подготавливать неиспровержение царского режима. Единственная сторона, которая стоит на пути к осуществлению их мировых замыслов, заговоров. Через что начать? И предложено было через этого мужика. Его всячески будем кремить, показывать. Распутин, Распутник. И везде будем показывать. Но кацарь будет говорить, ну мы снова двойника, тройника подставим и будем печатать, разносить молву, найдутся, которому неудобен. Так все и произошло. Они просчитывают много ходов вперед. Профессионалы. Вот и все. Далее, когда подготовлена была уже вся обстановка к этому, в это время развязывается там Сараево событие, убийство эрцгерцогов и наконец приближается к войне. А почему они женились на разных немках, англичан? У Алексея это, Алексей русский царь, будущий Алексей был, у него 1,7% русской крови-то было всего только. Ну двое, русский немка, ну половина русской крови, еще он женились на немке, 25% остается. Вот таким образом. И вот оттуда кайзер Вильгельм, родной брат царицы Алисы Фердинандовны, которая стала Александром Федоровной. Тоже сидит, я попутно сказать, но имя можно заменить, но как можно отчество было заменить другим-то? Вот это совсем мне непонятно. Как Фердинанд вдруг стал, Фридрих там стал Федором-то? И он говорит, не делай мобилизацию царь, никаких. Это нас объединит. Он совершенно царь был, не разбирался ничего. Какая обстановка в стране? Ему вот больной, на него покушение сделал. Он лежал, он оттуда телеграмму дал, могли не дать. Папа, не начинай войну, мобилизацию не надо делать, погибнешь ты и дом весь твой. Распутин это был самый настоящий пророк. Пророк от Бога. А что не так, это все было единственный человек за всю историю России, который подвергся такой обвальной лживой критике, поношению. Больше чем Распутина никого не подосили. То, что меня трогают, даже, говорится, семечками назвать нельзя. Вот какое дело. Это все было уже предназначено от Бога, и его сейчас пытаются канонизировать. Я против вообще всякой канонизации. Поэтому, говорю, ничего этого делать не надо. Но он же видел, что царь не слушается, и он мешает. Почему он не сослал какие-то Канарские острова, тайну увез бы, и жил бы он там один-то? Для Бога-то молился-то. Я не понимаю, зачем его было держать? И сразу вам вразбились корни, нигде нету. Не надо было английской разведки в доме Юсупова пристреливать. Не надо было там ничего делать-то. А что нужно было делать? Япония за что боролась-то? Да я отдать ей это все. Порт Артур залезли, как у меня в стихотворении написано, хватали все. От севера до юга, до порта Артура, Оспу, островов, все подгребли самым, тайгу и в югу, и расплодили нехристей воров. Кто хуже нас сокровища земли, земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть облизывает, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О Боже! Проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом, водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнить веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Это мое стихотворение, оно на музыку положено поется. Я к этому говорю, зачем все это хватали? Почему вовремя все это не отдали? Нужна нам была Чечня, нужен был этот Ермолов. Выходы к морю, сегодня сколько там погубили русских, и это не остановится, остановка не меняется, нисколько. Оттуда расползается-то зараза ваххабиты. Можно что-то? Можно. Я ответы это все дал. Это можно. К Санженицу не прислушались. Ну и вот все, что мы получаем. Санженицу ту же роль играет, может быть, играл ту, которую Распутин. Пренупреждал, говорил, не слушались. Но этого ответа никакого нет. Это разнаряжено у Бога, это должно было быть. И царь, как кролик на удава, лез к этим событиям. Есть такой фильм, семья Романова, там, венсоносная, и где он падает на колени и говорит, погубил я вас. Вот это один из самых сильных моментов в этом фильме показано. Когда уже он в ссылке, все, и ночью стоит перед иконами, молится, погубил я вас, и плачет сидит. Ничего не берешь назад. Войны бы не было, мятежа никакого бы и не было, хлеб был, из-за чего мятеж-то был. Этого не было, восстания в Петербурге не было, все от войны. И все это покрушил царь своими руками. Да еще и отрекся. Да какое ты право имел отрекаться-то? Ты должен был умереть, но не отрекаться, теперь бы тебя не понужали. Добился, что его ни в Германии, ни в Англии, нигде не принимают. Как, ну, даже Березовского приняли, а царя не принимают. А там родня у него все было. Поэтому канонизировали, значит, канонизировали, царь. Это был самый негодный царь. Самый негодный, самый-самый. Да Петр Первый, неужели допустил бы до этого? Ему говорили, этих декабристов повесили пятерых, и все кончилось у Николая Первого. Этих февралистов, ну, повесил бы там немножко, пять тысяч-то. И слово революция 200 лет не поминалось бы. Но, учитываясь, евангельская сторона, это был самый хороший царь. Он не худышный был, но по-евангельской он не мстил, а было повешено. Да количество какое было, да много кровавоскусения он не знал. Даже его и в горле-то не было. Тут все требует внимательного рассмотрения. Но это было разнаряжено у Бога. Он мученик, царство небесное. А где эти расстрельщики, Голощоховы, вся эта... И русские. Ну, где она? Команда, которая Свердлов, все эти евреи, что делали... Ну, это их дело. А раз их дело, значит, за них я отвечать не буду. Кто к нам зайдет, он сразу пойдет. Перейти на форум. Просто показать. Посмотри дальше. Переход на форум. Вот как он выглядит. Ну, это еще только первоначальная страница. А что тут же? Новое сообщение. Вот, все. Православный форум Игнатий Лапкин. Ну, мы вошли. Первое, какая? Медведев опробовал электронный паспорт россиянина. И что такое Ютуб? А не в Зорове отдельное большое идет. 184 уже здесь посещение. Вот так. Вот вам ответ. Ну, а какое ваше отношение? Мое отношение, это царь канонизирован, а Распутия нет. А если его канонизируют? Не канонизируют. Это первое. Ну, а если? Не канонизируют. На это уже Алексей Второй дал очень хороший ответ. Вот канонизирует Ивана Грозного. Не канонизируют. Он говорит, сначала нужно примирение сделать. Канонизируем убитый им. И канонизирует убийцу. Не надо выдумывать этого. Этого вообще не надо. Тем более этих людей. Так у меня он икона. И вот маленькая иконка Распутина. Я не вешаю. Кто-то повесил там. Не знаю. Мне это не касается. Потому что он святой. А вон вверху с Алексеем на руках. Маленькая. Маленькая. С левой стороны. Я вообще не касаюсь иконостаса. Отвалилась иконка одна и приклеить никто не может. Вон она где. Вот так. Вот такой ответ. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу. В веки веков. Аминь.